Димаш Ахметович Кунаев правил Казахстаном 25 лет. Он поднял экономику нашей страны в 8-9 раз. Он был очень скромным и простым человеком. Они со своей супругой Зухрой Шариповной жили в квартире 160 квадратных метров. Когда он вышел на пенсию, у него не было ни дачи, ни машины. А машину ему подарил казахстанский тейквандист Мустафа Остурык. Мустафа Остурык. Заехал поздороваться к Димашу Ахметовичу и подарил ему свою машину понтяк из Германии. Несмотря на то, что он правил страной столько лет, он не скопил имущество. Свои старые вещи он сдавал в комиссионный магазин и жил на эти деньги. Когда-то Казахстаном правили такие великие люди. Во времена Кунаева были построены тысячи совхозов и колхозов. Открылись рудные месторождения. Казахстан мог обеспечивать весь союз с продуктами питания, мясом. А сейчас мы сами себя не можем обеспечить даже мясом. Маш Ахметович в своей книге писал, когда открыли рудные месторождения возле Балхаша в местности Конорад. Оно в шесть раз превышало месторождение в штате Колорад. Тогда из Москвы прибыли 300 инженеров. И он дал указание выучить им казахский язык. Потому что сложнее было обучить казахов русскому языку и работать на больших машинах. Поэтому он обучил грамотных инженеров казахскому языку. За три месяца инженеры освоили язык, за шесть месяцев свободно заговорили на нем. И смогли объясняться с рабочими. В то время между нашими народами была дружба и межнациональное согласие.